Гадская штука – это телевизионная реклама. Так и заставляет нас пойти в Макдональдс, перекусить. В Макдональдс пойти. 90 процентов, ну не 90, а 80 процентов жителей города Магнитогорска не знают, что такое Макдональдс. Это, наверное, не стоит не знать. Потому что это только в сказках, там быстро кушается и дешево. Наш ужин на двоих, или обед, или завтрак, без разницы, оходится в 450-500 рублей в Макдональдсе. То есть фастфуд, как говорится. Такой гнилой, американский. Да нормальный он. Ну как он, не фастфуд, и Макдональдс – это не кафе, а ресторан. Сегодня приехали мы в кафе «Султан», чтобы, ну, днем устроить себе бизнес-ланч. Хотя понятие «бизнес-ланч» мне не очень не нравится. Я люблю плотно покушать и качественные блюда. Но вот без фанатизма мы не можем. Я попросил сегодня, чтобы кафе «Султан» уже в клубе «Султан» приготовили что-нибудь полегче. Ну да, опять три блюда, и опять на пять. Итак, давайте сначала попробуем. Что за моей спиной? За моей спиной вполне работающая аппаратура. Ну, скажем так, к ней я имею некое отношение. И аппаратура может работать и днем, если вы сюда придете. Не проблема. Люди со смены возвращаются, захотели отдохнуть. Спокойненько, ну, подождали 15 минут, диджей приехал. А может быть и не надо, потому что скоро летник, и будем работать по углу сутки. Так. Я больше всего на свете из блюд жиденьких, ну, из первых, люблю солянку. И по солянке я готов судить о качестве приготовления пищи в любом заведении. Потому что если нет вкусной солянки, ну, идти сюда смысла нет. Солянка от кафе Султан меня сейчас просто ароматом своим прибило. Можно ли что-то сказать больше? Я попробую. Я крупный специалист в солянке. Очень крупный. И солянка, ну, в моем личном исполнении, съедает со мной и с друзьями в течение ближайших 2-3 часов. Солянка настолько делена, я вот хочу, люблю и хочу. Аж язык. Что не жалею денег. И 4 литра солянки от меня, это 1,5-2 тысячи. Теперь, зная ароматную солянку, правильную солянку, вот кафе Султан у меня свое отношение. Кстати, для начала я вас хотел прибить одной фразой. Бизнес-ланчи, это очень сильно похоже на бич-пакеты. Ну, примерно столько это и стоит. То есть вы думаете, что в лапшу вам положили гречку, там, котлету и все? Это правильно? Нет. Уровень заведения. Это уровень вот таких вот блюд. По соляночке. Оторваться невозможно и очень сильно хочется еще чего-то. Куда? Дешевые колбасы солянку не делают. Берем. Украшили. Семга в студии. Семга гриль. Кстати, не круче, но шашлыки в Семге. И пока я вам демонстрирую эту красоту. С специальным соусом и римончиками. Вот так красота, которая за мной. Видите, да? Вот так красота. Большая такая коробочка. И коробочка потоньше, но подлиннее. Вот эта красота, она единственная в городе. Она здесь. Меня в свое время, ну, постоянно передергивало, когда в досуговых центрах говорили, что у нас качественный звук. Да ерунда у вас, а не звук. Но вот здесь звук. Под который очень можно хорошо посидеть. Посидеть, музыку заказать. Семгачку гриль. Что вы там? Шашлычок. Еще вам не надоел? А Семгачка гриль, это все по-другому. Берем Семгачку. Едем лимончик. Обильно в этот момент ваш желудочек выделяет тоже желудочный сок. Копим. Еще мгачку гриль. Закидываем. Хороший, добротный кусок. Я специально оставлю супруге покушать. Она сейчас камеру делит. Потому что она любит это делать. Меня сегодня порадовал кафе. Султан. Вот я так. Солосом. Где-то рыба, которую есть не охота. Все. Меняю отношение к шашлычку рыбному. Еду сюда. Тающую. На язычке. Показай, как тает. Кат. Я зубками даже не кушаю. Просто язычком к небу придаю. И это свежая рыба. Буз. Тут много таких вещей, которые к умам не понять. Кафе Султан. Ну-ну. Кафе. Да ресторан. На все пять. Теперь следующее блюдо. Я вам скажу, что вместе с Кафе Султан все-таки худеть можно. Потому что здесь лишних калорий абсолютно нет. Это не фастфуд. Хотя традиционный российский фастфуд он никогда не помнит. Вы чебуреки помните сколько кушали? Есть еще одна чебуречка, и мы потом приедем. Это тоже подразделение Кафе Султан. А сейчас съедим сатэ. Я специально так, поближе. Сатэ. На третьем. Из курочки. Не знаю, что такое. Болгарский перец я здесь вижу. Там маты вроде как. Баклажаны я вижу. На дворе. Март-апрель месяц. Я кушаю. Свежий болгарский перец и баклажаны. Как вы думаете, сколько это стоит? Ну, нормальный денег. Сатэ из курочки. Хороший кусок грудки. Я так понимаю, должно быть немножко островато. Потому что сама грудка это немножко шоколадное мясо. Свежая грудка почему-то дает копченосте. А давайте гарнирчик. Ммм. Вот он, вкус лета. Ну, не каждый лет он такое приготовит. Кафе Султан вкусной воскурнит. Теперь комбинация просто гарнира. Как это я делал, но не знаю. Но еще и очень срочно прям просится кусочек курочки. Теперь попробуем комбинацию. Калории. Откуда? В постной курочке. И в баклажанчиках. С перчиком. С подливой. Без томатов. И лучка не возьмутся. Еще какой-то маринад специфический. И вот этой высотой можно реально обалдеть. Ну, теперь немножко подешевле делаем нашу любимую музыку. А как нам обалдеть, когда? Начинаем. Начинаем обалдеть в 12 часов дня. Пришли. Отдыхаете. Расслабляетесь. Музыка и звучит что надо. 4 часа. Вроде чайное время. Хотя, почему? Приходите, пожалуйста. 6 часов. Тот, кто успел до пробки. Кофе. Кафе. Кафе. Кофе. Кофе. Кофе мне надо хотело. Да нет. Кафе. Султан. 8 часов. Начало серьезного шоу программы. 10. Полетели. 12. Не пускаемся. 2. Да, пожалуйста. Единственное но. Иногда. Кафе Султан. Ну, на некоторое время закрывает. Сям. Чуть-чуть. Хотя. Нужно не подождать. Чтобы после окончания банкета. Официального. Здесь оторваться. На всю катушку. Уйди, свинья. Мне все противно. Вы видите, все остальные кафе. Вот в городе круче, чем в кафе Султан, нигде не кормят. Где кафе Султан располагается. Рынок славянский, знаете, сельсовет. Вот этот корпорация, центр, зеленый остров. Тут все. Торговая точка города. Южный район практически. Улица Тевосяна, вот там. Тут труда. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Чтобы сохранить какое-то, ну, более-менее человеческое лицо, мне приходится напрягаться. Потому что, извините, я просто объелся. И это очень вкусно. А теперь я хочу потанцевать. Зачем мне вообще куда-то ехать? Можно приехать сюда. Хотя, зачем мне куда-то вообще отсюда выходить? Танцы, шмансы. Ну, и некоторые устраивают там шмансы. Это все здесь. И за дискотеку плавить не надо. Лучше лишние 100-200 рублей проесть. Причем покушав вот такую качественную пищу.